У Арта, ну, есть одна флешка и четыре сотых игрока, ну, будут пытаться что-то делать, флешка уже полетела, пик двойной с девятки, уничтожили первого за реактором, второго на будке, полетели хэдшоты, все очень устраивать должно команду Фурия, да. Ну, и вот, несмотря на то, что в плюс для себя, ну, я имею в виду рампу на секретке в плюс, то есть два пути подхода на базу Б были получены за счет того, что просто банально прошли через стенку смоков по улице. Так, ну тут подожди-ка, на самом деле не все так радужно для Пейн, пикель один на один против Юрия, у того есть дым, но нет дефуз китов, и время тоже заканчивается, пикель выходит, но времени не хватает. Да, отличная позиция, да, щипчики зарешали, конечно. Да уж, хотя у тиммейта Юрия... А ты не обратил внимания, сейф хоть одну гранату потратил? По-моему, нет. По-моему, нет, вот он, Нира, тем более против соперника, с которым не играли, еще из одного региона, понимая уровень мотивации Пейн, тут, наверное, Фурия не будет особо рисковать. В их трампы очередной раз, позиция, кстати, удивила, Винни делает все же фраг, несмотря на то, что был с деглом, и его вроде как фокусили изначально, но размен все же в пользу атаки. Остаются они втроем, Фурия придется менять позиции на зашкаливающем уровне коммуникации каким-то чудесным образом уже арт на двойных дверях. Второй в планте, и походу Фуэ немножечко увязают в этих перестрелках. У Некиса 17 секунд времени, ему надо гонять соперника за реактором, он это делает, нужно еще подобрать бомбу. И, конечно, карт-бланч для Юрия для того, чтобы выигрывать от раунд, но Некис услышал скрип двери и шикарные 180. Ну, вот, конечно, позиционка защиты здесь такова, что будет пройти очень сложно. Почему Молик за старую винту не кидают, непонятно, решили выйти до контакта. И перекрестным огнем опорное звено базы А справляется на ура. 20 секунд, последний вообще в спину сбирают. Паузу, но все это не помогает. Так, под нового ВП и 4 пистолета, Арт ловит Хардзава, попытались задавить снайпера. Но в итоге Арт выбивает девайса, дает Юрию АВП и сам уходит с Калашниковым. Блохое начало, главное также продолжить, тут Джуниора могут и не отпустить, но ПКЛ особо не фокусировался на дуэли с ним, сейфи. Без проблем справляется с Артом, тут потнулся об стенку. Не дали разыграть АВП одному из игроков Фурия, но благо есть кому подобрать. Например, Ксерата, включают ПКЛ и Фурия все еще в большинстве. Ну, думал, что, видишь, ноль не контролили, думал, что АВИК ушел краховка и... Аккуратный чек позиции под девяткой, никого не находят. Последний инфаркт, который был, это АВИК за Тетрисом, находят старую винту. Вот, опять, это снайперская винтовка, Ксерата работает, время, время. Восемь секунд, не удает снайпера за... Да господи! Опять вспоминаю этот раунд с АВП на Тетрисе, а раунд, когда не прилетел Молотов за винты. Ну и вот, пожалуйста, последствия. Три безответных фрага от Фурии и сейфи вместе с Бигузерой, ситуация 2 в 5. Ну, вряд ли уже питают какие-то надежды на шестой прямо сейчас. Но пытаться будут. Так, сейфи. Ой-ой-ой, ловит Юрия. Ловит также и авто, 2 в 3. Двойной контакт по мейну. Вышла Фурия посмотреть, что происходит на улице. По итогу вроде подстраховка была, но даже хуже случилось для них. Двоих забирают, 2 в 3. Здесь еще можно поиграть. Минут времени есть у команды Пэйн. Есть гранаты, есть даже смачок, если что, выйдет на рампу закинуть на вилочку. Но, да, погибает тиммейт. И вся эта комбинация по итогу не удается. Не ожидал соперника над собой на реакторе, господин Пэйн. Выход на рампу. Так и так им играть. Еще один нек, а там форс в следующем. Поэтому решили калашик взять деблы. Так, сейфи. Хэдшот поведен. Тут джуниор с АВП. Пройти его будет сложно. Хардзао ставит хэдшот. Ситуация 2 в 3. Арморы есть у Хардзао. Так, и он сотый. Реакцию Некиза мы уже видели. С калашом может быть. Да, и Некиз готов. Аквариум тоже проверил. А, нет. Не хватило армора. Ну, есть размен от Хардзао. Бомбу поставить это, наверное, максимум в такой ситуации. 17 хп против двоих. Хотя, с другой стороны. Оба с вилки. Оба с вилки идут. Этот момент устраивает полностью здесь Хардзао. Можно, в принципе, первому быстро поставиться. Вторым еще потанцевать. Смачок не развелся. Занимает позицию с реактором. Будет ждать. Вот не знаю у него что. Сто процентная инфа, что оба оттуда. Прям не смотрят ни на дверь, ни на Катволк с Аквариумом. Первого замечает. Пошел сладенький. Второй на правой вилке. И теперь сам он открывается. У Хардзао сто процентная информация. Немного вытанцовывает. Короткие стрейфы. Хочет услышать спрыг. И тогда, скорее всего, будет уже пикать. Слышит спрыг. Слышит топ от подсебя. И все же эту перестелку проиграл. Слишком мало ХП было. Ну, а было оставить хедшот. Только хедшот его здесь выручал. То есть стрейф, хедшот. Все. Раунд за тобой. Ну, все равно попытка неплохая. Не прошел. Ну и Фурия, кстати, сейчас, несмотря на то, что один раунд ведет. У них-то перезакупка была. То есть все перезакупались, кроме одного игрока. А это значит, что последние деньги. Сейчас ни в коем случае этот раунд проигрывать нельзя им. Поэтому действует максимально аккуратно и закрыто. Кроме вот Винни, который изначально радио прожимал на информацию. Ну, разменялись. В плюс для Пэйна. Проход по секрету. Арт-вентиляции. Спалился. Закрывают его со второй стороны, которую он не контролил. Хабзао просочился. Ой-ой-ой. Винни неплохо раздает ПКЛ. И сейфи вырубает. Ситуация 2 в 2. Но ведь еще один игрок защиты. Посмотрим, как себя сейчас покажет американский легионер. Ну, сложно такое размотать. Тем более с Абиком по пути. Если бы он пошел на двойную дверь, там бы, наверное, он нашел бы девушку. Взяли. Там пистолетка очень зарешала. Короче, посмотрим. Тут кто очень серьезно верит в Фурию. Самый сладкий кэф на 3G. Прямо сейчас можно ловить. Пока контакт по арту. Один минус. Он всего лишь делает. Двыми гранатами. Две флешки Молик. И спасение рядового бомба. За 15 секунд до кончания раунда залетает Молик. Должен был делать этот фраг. ...но и у Фурии. Скажем прямо, АВП нет. По гранатам все довольно слабо. Бигузера. Врыв на Ксирата. Джуниор выбивает бомбу. Но и Хардзава Бигузера. Пекиель даже реализовал свой дигл. Друзья, Винни один против четверых. ...по улице. То есть рано или поздно, если дальше этот холд будет продолжаться. Даже если он сейчас фраг делает. Если не заходит за реактор, то приходит мейн и его убивает. Все же убивает его Хардзава. 8-7 первая половина. Чтобы счет из близкого превратился в комфортный. Выиграть пистолет на раунду. Вернуться от форса. И там дальше дело пойдет. Потому что защита в принципе неплохая против героиков. Даже вчера была. Пока у нас выход на точку А. Повторяют, кстати, пистолетку своих соперников. А Фурия вываливаются гурьбой. И на жестком уровне стрельбы делают размен в пользу себя. 2 в 1. Разменялись. Так. Повторяет Киэль. 2 в 4 ситуация для сейфа Хардзава. Есть дефузкиты. Но понимания касательно того, где вообще находится каждый конкретно из игроков команды Фурия, нет. И поэтому сейфи в одиночку отправляется в гардероб. И здесь, наверное, проведет окончание этого раунда. Поднимается на 9. Ну, выхода у него просто нет. Найти какой-то фраг. И ток Сират. Надеюсь, нам в повторе покажут. Тут, скорее всего, какой-то дэмэдж по нему был. Но он, тем не менее, бежал. И дэмэдж его затормозил. И поэтому он до крыши мейнга долетел. Окей. Так, Нейкис. Есть минус дробовика. Плюс 900 долларов. Возможно, будет еще плюс 900, если на кого-то удачно выйдет. Например, на Джуниора. На Джуниора выходит Бегузера и погибает. Ух, сочно залетело через ченочку. Хэдшот. Пошел проверять на пу. Засчитан, защитан. Не зря Зевс купил. У нас в этом раунде просто уже все было. И суицид, и убийство дробовика. И на Зевс посадили. Последняя инфа, что он был справа. Нейкис контролит именно там. А Ксерата уже за Тетрисом. В пленте. По идее, легкий фраг. Да, так и происходит. ВП появляется в сейфе. В скором времени увидим, как он его разыгрывает. Или же не разыгрывает. ПКЛ. Может сейчас вычислить арта. Но арт поворачивает вообще не туда. Ксерата предварительно убивает Нейкиса. Сейф отвечает по арту. Так, но мейн у нас через дверь Ксерата забрал. Непонятно, зачем поставил все. Нейкис. Но в спину крадется ПКЛ тем временем. Ну и чем дольше Фурия ждет, тем быстрее они поймут, что допустили. А вот и сейф даблкил. У него будет ли трипл. Конечно же, да. И снайперская дуэль против Джуниора выигрывается Джуниором. Но так или иначе, команда Пейн в большинстве. Три в два. А ПКЛ уже вот-вот настигнет. Команду Курия и Гузера. А также 10-9. Пейн сейфи с АВП занимает Сикрет. Просто на ноге сюда добежал. Никто его не остановил. Ну и возможно, этот АВП сейчас себя реализует. Минус по Вине. Сейфи отбрасывает молотов и уходит. Но Джуниор... Ну не знаю, сложно было поверить в то, что... Сейчас отбросит моллик, а его никто не... Гузера ссырно пройти... Смотри, что делает. Фурия пошел через дверь. Занимает ноль. Гузера не среагировала. Куда же ты смотрел? Вообще, ты спауна кого-то ждал. У Пейн были очень... И раунд. Выигрывает 11-9, но сейф опять же есть у Пейн. Тем более против такого соперника, как Фурия. Наверное, конкретно для Пейн. Ну ничего не поменялось на самом деле. То есть стартовая разыгровка вся та же самая. Пикэль из-за синего замечает. Ох, кто ты... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бегузеру сжигают. Пикэль только один минус делает. Сколько проблем серьезных у Пейн. Но все же размотали опорники точки А. Джуниор крутится снайперской винтовкой в пленте. Аук. Свою формилку сейфи на М-ку разменял. Пикэль как был. Фамас так и остался. Вот этого уже не ждал Ксерата. Еще много времени потратили. Пошли по улице. Так, Джуниор один против троих. Убывает Пикэля. Заметил ножку от спрыг. Да. Один. Девять хп. Ну его соперника это не так много. Ну, десять. Десять раундов берут Пейн. Не хватило немножко. Винни будет исполнять роль ставящего бомбу. Ну, а Ксерата на прикрытии на люркере с винты. Так, возможно, Винни будет выполнять роль ставящего хэдшота. Уже справляется с первым своим соперником. Правда, не понимает, куда прошел сейфи. Да все он понимает. Он понимает. Хэдшот есть. Это ситуация 2 в 2. Специально прошел под мостиком, чтобы если соперник там обходит, то вот этой траектории его никто не заметил. Он как раз таки бы доконтролил. 4 в 2, друзья, напоминаю. Были Пейны. Уже 2 в 2. Стычка. Ксерата ее выигрывает. По итогу остается последний Бигузер. И они проигрывают этот раунд. Не проиграть, а счет за ним взять второй. То есть сделать счет 12-13. Как-то экономика немножечко устаканилась. Какая разыгровка. Один стреляет, второй через прострелы пробегает, пикает. По итогу Фурия выходит большинство на выходе на базу А. Бигель показывает свою позицию с девятки. Забрасывает хэшку. Зашиворот сопернику, но не особо-то, конечно, сработало. Ну и перестраиваются уже на выбивание. Хардзау, естественно, не полез. Деваться некуда и придется поспешить. Дефуз-киты отсутствуют. У нас, кстати, в параллельном матче 16-17 Виталити справились с экстрасолт на первой карте. Вот так вот. Аверпасс это было. Проще. Кого-то сложнее. Так. КС Вернись называется. Миниатюра. Но клинфит, друзья, бывают. Бывают такие технические помарочки. Вылетает. То есть с окна все это дело проверили. Моментально организовалось двое на джангле. И пока что сюда соперника не пропускают. Но немножко смущает односторонность этого убивания. То есть бомба уже стоит. Дистанции короткие. Для головоков удобные. Несмотря на то, что тут много народа. Ну, покрошили. Пейн, откровенно. Бигузер остается действительно последней с трофейным пистолетом. Но топал терапив. Организовывался традиционно. Энтри фрагом стал арт. Защита. Ну, хотел бы я сказать, что, наверное, слишком морозится и тихорится. Но с учетом того, что входит Некис по миду. Исправляется сейфи за дефолт. Еще два фрага делает. То все очень неплохо. Некис проконтролит снайпера или нет? Некис! Как же ж повезло-то, что снайпер не... Ну, без... Ох, Джуниор ничего не видел, а вот соперник четенько заметил его руку. Будь там снайперская винтовка, Джуниора бы уже опять не было. Ну, и очередной антри фраг 5 на 3 теперь. Абдзера. Дальше, чем через арку, Юрий проходить не должен. 35 секунд времени. Падает сейфи. Винни найдет ли еще один фраг. Ну, есть Некис, которого Винни, по идее, должен проверять. Тут Пекиэль не справляется с Юрием. Большинство для фурии. Падает также Некис. Юрий стэк девятым разваливает двоих. Хардзава Бигузера 2 в 4. А бомбу можно и нужно ставить, но падает Винни. Радостная, наверное, новость для Пэйн. Но раунд еще не закончен. Юрий и Джуниор просто в одну секунду ловят Бигузеру. Смотрим за новым оружейным. Вот команда защиты. Вновь на центре. Вновь находит антри фраг. Плюс у нас есть еще Джуниор, который может неплохо разыграть сейчас и сделает. Да, держит под контролем. Открой в себе Арта, Бигузера. С лавочки начинают ушивать его. Отлично, отмансился. Заплыл сначала в смоки, потом вынырнул из него. Нашел легкое убийство. Но Арт, опять же, все возвращает в руки своей команды. Большинство за фурии. Бомба, я так понимаю, совсем скоро будет поставлена или даже не понадобится этого момента. И уезжаешь. Вроде как неплохое начало. Некис находит антри фраг. Но, как показывает практика, не всегда этого достаточно. Арт находит размен. Бигузера. Цепляет одного с Джуниором. Не смог постреляться. Но вот сейфи. А сейфи еще и бомбу выбивает. Она падает справа от него. Таким образом, что... Есть у Юрия флешка. И та точно не пропадет впустую. Есть у... Не, есть у Юрия молик. Есть флешка у его тиммейта. Но вот тиммейта уже нет. Ксират погибает. Юрий пошел обходить через окно. Выхватывает Эк-9. И все же капитан коллектива. Пэнсиком постоянно... Имеют практику. Хорошую. Турнирную. На этом турнире еще не все потеряно для них. Акард прочитал подсадку. Выключает Некиса. Бигузера. Забрал Фама своего приятеля. Бегает обратно. Тут Хардзао как бы может сейчас Ксирата подловить на неудобном тайминге. Но Ксирата, так понимаю, сам заметил или нет. Просто спиной сейчас может выйти. Хардзао. Ну тут пистолет, видишь. Максимум один фраг делает Хардзао. Тут больше важно, что его тиммейт Бигузера отстрелялся. Причем в момент рассеивания смока Ксирата решил пикнуть. За это получил по голове. Не дождался, пока смог развеяться. Трифт-три. Будет ли Фурия до конца идти на базу бай? Уже непонятно. Точнее, уже понятно, что точно нет. Арт. Ой-ой-ой. Адамаженный игрок. Ни одной пулечки от Арта не залетело. Теперь надо как-то тут с авиком выковыривать человека. Пытаются закрыть сразу две точки. На базе Б2 Джуниор обрулит в кухне. Вроде как здесь ждут, но он замечает ручку. Походу обоюдная. Ой-ой-ой-ой. Появляется информация. Смоком слева от снайпера Бигузера. Так вот сейчас может заметить Ксирата. Но нет, Ксирата замечает его впервые. Молотов от Хардзао. Но это ничего не означает. Он просто ничего не видит. Ничего не слышал. И не слышал, и не видел. Флешки летели. Был слепой. Еще дополнительно шум. Име идет. Пейн в меньшинстве. Ну, раунд последний. Вот терять нечего. Надо выбивать. Выбивать очень сложно. Тут четыре игрока с шикарными, казалось бы, позициями. Но почему-то не контролился у нас Шорт. По идее, все равно подстраховка. Перекрестный огонь создается. Один в один. Юри. Времени очень мало на разминирование этой бомбы. Чипчики были, но были на обсах. И все же 11-4. Именно Кэт-А. И подобно Пейнам Фурия отдает эту точку. Но там разница была в том, что все выбивали с джангла у Пейна. А Фурия заранее заняла этот джангл. Так, ну, равноценный размен. Два в два пока. Так, хардзав, бегу зеро. И все. Ксерат один против троих. Дефуски-ты есть в планте. В случае чего их можно будет подобрать. Да, тут как бы уже, скорее всего, нет. Потому что взвольная позиция на сэндвиче. Оба в упоре. Ой-ой-ой. Подожди, еще не все ясно. Аккуратным образом. Ну, тянут банально время. Игроки команды Пейн делают все очень грамотно. Не дают поступиться к бомбе. Ну, точнее, дают. Но без хэдшота по себе. Что, в принципе, их выручает. И Пейн все же пистолетный раунд в атаке забирает. Мы сейчас можем подловить что первого, что и второго. Так, ну, сейфи нет. По гранатам работает в рейках четко. Только флешка у него остается. Хардзав выходит. И ставит жесткий хэдшот по Ксерату. А тут Винни и Арта. Были 3 в 4. Были 3 в 4. Остались 3 в 1. А вот, наконец-таки началось что-то получаться. Пейн на атаке. Раунд из меньшинства. Казалось бы, такое характерное и предсказуемое, которое Фурия просто должны были перестреливать. Они проигрывают. Арт погибает. Винни возвращается. Винни на бэксайте. Спрыг он точно услышит. Фокусит шорт. Выбивает бомбу. Не прыгает. Хардзав. Винни, конечно, на этот момент не ожидал. Очень грамотно Хардзав сыграл. Не стал спрыгивать, потому что Винни его, скорее всего, бы точно нейтрализовало. Атак 1 в 1. Времени очень много. Можно ставить бомбу. Ну, на дефолт ставит Хардзав. Так, Хардзав берет контроль шорт. Понимаю, что через кухню тоже может проходить. Да все, у него потеряшки. Он понимает, что он ничего не понимает. Но его... Они дали энтри на заходе. Силами двоих игроков. Распилили. И отдали плент. И выбивание будет в любом случае на большинстве. Но Арт погибает. Мы этого момента не увидели. Джуниор Юрий по прагу. Сейф с потерями по ХП. Спрыгивает в точку. Какие же серьезные проблемы. Бегузар последний. Даже его уровня стрельбы здесь не хватает. Это даст инфу. Будет очень хорошо. Уже успевает прийти снайперская винтовка на джангл. Пейн. Обратите внимание, что абсолютно без гранат. То есть раскидку они уже сделали. Такой 3 в 3 уже. Пошел убивать бомбу. Пошел убивать бомбу. Бомбу видит край спины. Бомбы не будет. 4 секунды до окончания этого раунда. Даже если... Это Арт. Ковраг. Нужно за ней сейчас... Ну в 17 секунд уже. Быстро сходить. Да. Так, а Сирата еще и врывается. Тут его наказывает ПКЛ. Винни разменивается. Опять-таки ставится Боба. Опять-таки может быть повторение предыдущего раунда. Но нет. 8 секунд. 7 секунд. Следующий пошел. Есть инфарш. Дамажный. Надо выбивать эту бомбу в момент ее установки. Но не очень получается. Как бы еще себя не потерять. Бигузера джуниору главное не вылазить сейчас. Не оставлять своего тиммейта в ситуации один в один. А там два авика. Как бы несмотря на то, что Бигузера 28 хп. Все окей, говорит Бигузера. Расходимся миром. Я бомбу поставил. Меня это устраивает. Как бы тут главное не хэтшот поставить. А бомбу взорвать в КС. И говорят. Йо-йо-йо. И Арт все-таки вновь берет. Есть смог. Есть смог. Так там никого нет. А, фу. Господи. Бигузера был последний. Я еще флешбек поймал. Думал они два в два. Все нормально. Все нормально. Сейчас просто не до контакта. Идут пейны. Раскидывают точку. Будут ставить бомбу. И при этом никого не потеряют. Ну, по идее никого не потеряют. По идее никого не потеряют. По идее потеряют. Арт замечает краешек спины. Некачественный смачок. Не самый, скажем, качественный смачок лежит на просвете. Ох ты, че, мог второй отлетать. Все равно большинство. Все равно, да. Так уже все. Ран закончился. Друзья, 15-12 денег. У пейн. Ну, типально. Просто они заперлись так же, как и было бы 5 в 5. По плентам. Единственное, что тут ол инчик. И каждая парочка работает сама за себя. Винни выбивает бомбу. Пойдет стяжка. Винни дает еще один фраг. И вот видишь, если они проигрывают. По итогу. По итогу 2 в 3. И очень сложный спрей от Неккеза. Последний. Бигузера. Это, друзья, победа команды Фурия. Со счетом 2-0 по картам. Я бы не сказал, что могут быть с собой довольны. Результат достигнут. Но, наверное, против наиболее слабой команды на этом турнире. Потому что в один ряд с пейн я бы... Финн все же нет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.